Где построят город будущего, который свяжет четыре континента, что нашли на затонувшем корабле Васко-де-Гамы и сколько стоит спаситель мира. Об этом не только в нашем обзоре. 264 миллиона детей и подростков по всему миру не ходят в школы. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО. Статистика печальная. Если начальную школу заканчивает 83% детей, то старшую лишь 45. 100 миллионов молодых людей не умеют даже читать. Ответственность за это несут родители, школы, но в первую очередь правительство стран, считают в ООН. Американского президента забросали флажками с российским триколором прямо в здании Конгресса. Когда Дональд Трамп проходил мимо журналистов, мужчина метнул в его сторону пачку флажков с криками «Трамп изменник». Президент не отреагировал на происходящее. Протестующий сразу же был задержан охраной здания. В Саудовской Аравии намерены возвести город будущего, НЕОМ. Инвестиционный хам станет глобальным центром пересечения цивилизаций, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. По задумке создателей, НЕОМ должен экономически связать арабские страны, Африку, Азию, Европу и Америку. Для мегаполиса выбрали место на севере страны. Его площадь составит 26 тысяч квадратных километров. Власти Саудовской Аравии ожидают, что новый проект принесет более 500 миллиардов долларов прибыли. Древнейший навигатор нашли на корабле, затонувшем в Индийском океане. Прибор под названием «Астролябия» похож на бронзовый диск. Раньше моряки использовали его, чтобы измерять высоту Солнца над горизонтом и таким образом определять местоположение корабля. Уникальную находку подводные археологи обнаружили среди обломков судна «Васка-да-Гамы». Корабль «Эсмеральда» был частью флотилии португальского мореплавателя и затонул в 1503 году. В Лондоне на аукционе выставили картину «Спаситель мира», шедевр Леонардо да Винчи, который долгое время считали утерянным. На полотне изображен Иисус. В середине прошлого столетия картину, как копию, купил коллекционер всего за 60 долларов. Сейчас же цена шедевра составляет почти 100 миллионов. Торги на аукционе запланированы на 15 ноября.